Всем привет! Возможно, кто-то из вас является поклонником Дэвида Копперфильда или Гарри Гудини. Имена этих иллюзионистов знают во всем мире, но только небольшой процент людей понимает, как работают их трюки. Сегодня мы поговорим о самых удивительных фокусах и постараемся разоблачить их авторов. Помните, узнав, как работают фокусники, вы однозначно не сможете относиться к искусству иллюзии, как раньше. Зато у вас появится возможность повторить некоторые из них. Поехали! Опасные кинжалы Ежегодно попробовать свои силы в шоу «Британия» ищет таланты, хотя тысячи людей. Каждый из участников невероятно талантлив, и с этим трудно поспорить. Но есть один парень, о котором говорят до сих пор с восторгом. Молодой иллюзионист Джеймс Мор, добравшийся до полуфинала, покорил зрителей не только приятной улыбкой, но и фееричными трюками. Как только парень оказался на сцене, он продемонстрировал пару фокусов. Но когда перед судьями появился длинный меч, все затаили дыхание. Два помощника в масках поднимают фокусника над острием и опускают. Создается впечатление, будто Джеймс лежит на кончике меча, а через несколько мгновений меч пронзает его тело. Судьи, зрители и телеведущие безумно напуганы, но все равно они могут отвести глаз. На сцене вновь появляются ассистенты и помогают Мору встать на ноги. Парень чувствует себя отлично и получает единогласное «да» от судей. Так как же ему удалось не пораниться при выполнении столь рискованного трюка? Скорее всего, как это обычно бывает, перед нами не настоящий меч, а бутафорский. Как только фокусник ложится на острие, оно опускается внутрь, создавая ровную поверхность. Кроме этого, стоит детальнее разобрать костюм Джеймса Мора. На самом деле, на спине иллюзиониста находится твердая подкладка со специальным гнездом, которое как бы стыкуется с мечом. Остальная часть трюка зависит только от физической подготовки фокусника. Ему приходится соблюдать баланс и напрягать все тело, чтобы зритель этого не заметил. Когда лезвие пронзает тело Джеймса, на самом деле меч опускается внутрь себя еще на один уровень, а иллюзионист ловким движением достает из секретного кармана дубликата стрия. После такого резкого движения ему все равно нужно сохранять баланс и не падать, а перед тысячной толпой это сделать не так-то просто. Хоть секрет этого фокуса и кажется несложным, мы настоятельно рекомендуем не пытаться повторить его дома. Помните, Джеймс Мор – профессиональный фокусник и явно потратил на репетиции не один день. Карточный шулер И мы снова оказываемся на шоу талантов, только теперь оно проходит в США. Один из участников America's Got Talent удивил публику серии невероятных карточных трюков. Эрик Джонс медленно подходит к судьям и просит одного из них подписать игральную карту. Затем он достает молоток и бьет себя по руке, из которой за одно мгновение исчезает подписанная карта. Чтобы произвести впечатление на судей, Эрик рискует своей репутацией и разбивает молотком красную кнопку другого судьи, чтобы достать из нее ту самую испарившуюся карту. Также держите глаза на хаммеру, так как карта полностью исчезла. Это может быть? Это моя карта! Фокус кажется нереальным, и обычному человеку сложно даже приблизительно понять, как Эрик Джонс провернул такое. Для начала стоит отметить, что в карточных фокусах особую роль играет одежда иллюзиониста. Как только ведущий подписывает карту, фокусник складывает ее перед камерами и в одно мгновение прячет кусочек бумаги в потайной карман, ударяя молотком по руке. Но это настолько быстрый момент, что внимательность подводит всех пятерых судей. Далее Эрик Джонс разбивает красную кнопку, из которой вылетает пропавшая карта, думают зрители. Но на самом деле это дубликат, сложенный так же, как и подписанная карта. Таким же быстрым движением фокусник меняет в кармане игральной карты, и в руках судей оказывается та, на которую написал свое имя. Как испариться в коробке Кажется, лучший путь к успеху для одаренных иллюзионистов лежит через телешоу. Команда фокусников, пару лет назад оказавшись на кастинге «Израиль ищет таланты», шокировала зрителей неимоверным номером. Маленький мальчик превращается во взрослого мужчину, которого ассистенты закрывают в коробке. Мы видим, как из нее торчат руки Тамера Дудая, но в этот же момент помощники сжимают коробку до минимальных размеров, и внутри просто не остается ни одного сантиметра, чтобы он мог там поместиться. Только что Тамер был перед нами и сидел в коробке, а теперь он стоит за спинами судей. Как такое возможно? Неужели это действительно магия? Но нет, перед нами очень талантливый и изобретательный иллюзионист. Сразу хочется обратить внимание на то, что перед нами две конструкции. Кроме коробки мы видим еще и небольшую лестницу. Кажется, в нее запросто может поместиться взрослый человек, не так ли? Как только главный герой залезает в коробку, он сразу же опускается ниже, в лестницу, которая благополучно уезжает за кулисы. В коробке находится человек, которого мы никогда не видели и не увидим. Именно он играет роль фокусника и вместо него показывает руки. Пока Тамер спешит к судьям, заменяющий его человек, стоя в потайном отсеке, машет руками, а потом ложится на второе дно коробки под углом 90 градусов. Таким образом, за счет толстых стен конструкции он прячется у всех на виду, но никто из зрителей этого не замечает. Нужно быть очень гибким, чтобы не выдать себя и отстоять в неудобном положении весь номер. Магическая доска Оказывается, стать иллюзионистом можно даже в юном возрасте. Когда волшебнице Изи Симпсон было всего 8 лет, ей удалось пройти кастинг и попасть в шоу талантов. Девочка показала завораживающий номер и оставила в недоумении взрослых зрителей. Фокусница подходит к судьям и достает из коробки, которую вынесла из-за кулис, три своих любимых книги. Отойдя в сторону, маленькая Гермиона Грейнджер просит одного из членов жюри поднять картонную коробку, но он не может сдвинуть ее с места даже при помощи своего коллеги. Оказывается, коробка на самом деле была куплена в магазине за 300 фунтов стерлингов специально для магического номера Изи. Ящик оборудован переключателем, благодаря которому коробка буквально прилипает к гладкой поверхности и ее невозможно поднять. Вполне вероятно, что судьи бы смогли оторвать коробку от стола, применив больше сил, но передвинуть ее никак не получилось бы. Далее юная волшебница просит еще одного члена жюри открыть книгу и прочитать любое слово вслух. Затем Изи подходит к доске, снимает с нее красную тряпку и разворачивает к зрителям. Все присутствующие читают на доске сказанное ранее слово из книги. Выглядит нереально. Неужели девочка мысленно написала слово мелом? Но, как и в предыдущем случае, фокус удался только благодаря современным технологиям. Удивительным образом, доска Изи похожа на электронное устройство Lynx Blackboard, которое может приобрести каждый желающий за 3000 фунтов стерлингов. Это обычная школьная доска с механической системой для писания мелом. Она связана с другим устройством, на котором сообщник фокусника пишет нужное слово. Оно по беспроводной связи отображается на доске. Все, что нужно, это чтобы главный герой дал своему помощнику несколько секунд. Похожий трюк провернул менталист Дэн Уайт, придя на вечернее шоу Джимми Феллона. Пропавший айфон судьи И вновь мы оказываемся на шоу талантов God Talent Global. И снова карточные фокусы. Американец Мэтт Франко решил подшутить над Мелани Браун, одной из судей шоу, и просто сжег ее телефон. Все начиналось безобидно. Члены жюри выбирали карты из колоды, фотографировались с ними на телефон певицы, но фокусник, видимо, из-за волнения был настолько неуклюж, что уронил смартфон в стакан с водой. По лицу певицы ясно, что она явно не сообщница Мэтта, и ей все это не очень нравится. Парень пытается все исправить и сушить телефон Мелани феном, положив его в черный мешочек. Он начинает дымиться и потом вовсе исчезает. Коллега-певица Хайди Клум звонит на пропавший мобильник, и тут же в зале начинается волнение. Все слышат классический рингтон айфона. Мелани вместе с фокусником торопится в зал, где находит свой телефон в сидении, которое Франко разрезает ножом. Удивительно, но на нем действительно сохранились сделанные пару минут назад фото с картами. Разоблачить такое выступление будет сложно, но мы попробуем. Итак, во-первых, у Мэтта изначально был заготовлен сломанный и мокрый айфон, который уже лежал в пустом стакане Мелани. Он просто их поменял местами и отвлек внимание публики от пустого стаканчика с сухим телефоном. Во-вторых, мешочек, где лежит мокрый телефон, на самом деле содержит в себе кусочки сухого льда, которые под действием горячего воздуха из фена начинают таять, создавая эффект дыма. Стоит отметить, что мешочек – это всего лишь кусок ткани, сложенный пополам, и телефон внутри не исчезает, а просто висит на сгибе. В-третьих, у Мэтта однозначно есть сообщник, который одновременно с Хайди Клум звонит еще на один телефон. Фокусник разрезает ножом сидение при свидетелях и предлагает владелице телефона достать его самой. И, о чудо, он оказывается внутри. Но нас снова обвели вокруг пальца. Мелани Браун держит в руках поддельный айфон, на который фокусник ранее отправил фото, сделанное за столом жюри. Казалось бы, ничего сложного. Но как же долго Мэтту пришлось отрабатывать трюк, чтобы все прошло идеально с первого дубля, да еще и перед огромной аудиторией? Снеговик со страниц альбома. Любой праздничный выпуск шоу талантов всегда наполнен магией и переносит всех присутствующих в сказку. Мэтт Франко, победитель девятого сезона шоу «Америка ищет таланты», смог вновь удивить жюри невообразимым фокусом перед Рождеством. Молодой иллюзионист продемонстрировал залу, разрезанный на три части альбом, на каждой странице которого были нарисованы разные снеговики. Мэтт предоставил возможность трем членам жюри самостоятельно выбрать страницу из каждой части, чтобы он мог слепить снеговика по непредсказуемому рисунку. Как только эскиз был выбран, перед судьями появился миниатюрный снеговик, в точности похожий на того, что изображен в альбоме. Далее фокусник предлагает судям и всем присутствующим в зрительном зале отыскать под столом или сиденьями рождественские открытки. Каково же было удивление каждого, кто в тот вечер наблюдал за представлением. На всех открытках был изображен такой же снеговик, какой стоял перед ними на столе. Сложно представить, как Франко это сделал. Но, кажется, у нас есть догадки. Дело в том, что в альбоме были разные страницы, длинные и укороченные. Листая альбом, Мэтт показывал членам жюри и разные рисунки, отчего они поверили, что действительно сами выбирают тот или иной вариант. Но когда они подставляли палец в поток страниц, то каждый раз выбирали только короткие, пока фокусник придерживал следующую ту, что подлиннее. Трюк состоит лишь в том, что на всех коротких страницах изображен одинаковый снеговик, и каждый судья мог выбрать только его. Если вам интересно, как это работает в реальности, похоже, фокус можно проделать дома с обычным блокнотом. Сила близнецов Имея брата или сестру-близнеца, идея стать иллюзионистом и выступать перед публикой кажется куда реальнее. Вот и братья Тони и Джордан при помощи подручных средств и ловких рук показали зрителям «Америка ищет таланты» первоклассное шоу. Сначала с судьями общается один из парней, но уже через пару секунд он будто раздваивается, и на сцене появляется его брат-близнец. За ними стоит большой экран, на котором транслируется запись с девушкой. Она примеряет красное платье, затем оказывается на берегу моря, а потом неожиданно выходит из-за экрана прямо на сцену. Но еще больший восторг у зрителей вызывает следующий поворот. Девушка, как и один из братьев, тоже раздваивается, а рядом с ней появляется сестра-близняшка. Понятно одно, что ребята тщательно отрепетировали хореографию и сняли ролик до начала шоу, но как объяснить переход одних и тех же предметов из реальности в видео? Мы попробовали разобраться в фокусах Тони и Джордана. Когда они превращают две красные ленты в платье для героини, то можно разглядеть, как фокусники быстро прячут руки за спину. Предполагаем, что ленточки они в одно мгновение положили в карманы. А как же они передали девушке воздушный шарик? Все просто. Один из братьев показывает шарик зрителям и быстро лопает его в руке, а мы лишь мельком можем уловить желтые фрагменты шарика, лежащие на полу. Но главный секрет все еще не раскрыт. Как на сцене появилась героиня видео, а потом ее сестра? Вполне вероятно, что на протяжении всего выступления девушки сидели за правым столом, ведь именно оттуда парень достал покрывало, которым и накрыл близняшек в центре сцены. Когда узнаешь тайны фокусников, кажется, что все это не так уж и сложно придумать. Но чем легче нам кажется трюк, тем дольше над ним работал иллюзионист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова